Тема урока. Первый властелин единого Китая. В 221 году до нашей эры правителю царства Цинь после нескольких столетий непрекращающихся войн удалось объединить китайские земли в единое государство с огромной территорией. Вступивший на престол император присвоил себе имя Цинь-Шихуан, что означало «первый властелин Цинь». Так было положено начало первой императорской династии Китая – династии Цинь. Цинь-Шихуан провел ряд реформ. Столицей империи, ее политическим и культурным центром стал город Сяньян. Территория страны была разделена на 36 областей, возглавляемых наместниками, в задачу которых входил сбор налогов и подавление всякого недовольства населения. Для развития торговых связей между областями вводилась единая монета, которую использовали на всей территории страны. Для развития культурных связей была введена единая система мер и весов. Укрепев государство изнутри, Цинь-Шихуан принял решение расширить его территорию. С этой целью было собрано большое войско и начались завоевательные походы. Выделилось два основных направления походов. Первое – южное. На побережье Южно-Китайского моря, славившееся плодородной землей. Территория эта была присоединена Китаю почти бескровно. Население, услышав о вторжении, ушло в горы, унося с собой все нажитое имущество. На завоеванной территории император приказал создавать военные поселения, а землю отдавать в использование воинам и их семьям. Второе – северное, где проживали кочевые племена гуннов, совершавшие набеги на Китай, грабя и убивая мирное население. Как и у любого кочевого народа, армия гуннов была конной. Поэтому армии Цинь-Шихуана, в основном состоявшей из пехоты, было очень тяжело сражаться с ними. Однако поход на север завершился успехом. Китайцам удалось отогнать гуннов на 400 километров на север. Чтобы закрепить свой успех, а также навсегда обезопасить страну от кочевников, по приказу императора возвели одно из величайших сооружений – Великую Китайскую стену. Как предполагают ученые, основой этой стены послужили старые укрепления, с помощью которых воюющие царства оборонялись друг от друга. В результате долгого, длившегося более 10 лет строительства, была воздвигнута стена высотой более 7 метров и шириной, позволявшей разъехаться двум повозкам. На определенном расстоянии друг от друга были построены башни, использующиеся чаще всего для подачи сигналов тревоги. Дежурившие на башне воины в случае возникновения угрозы нападения зажигали сигнальные костры, и воины на других башнях, видя это, спешили на подмогу. Цинь-Шихуан правил более 10 лет, и практически все это время прошло в затяжных войнах. С каждым годом налоги на содержание армии увеличивались, что приводило к разорению земледельцев. Многие из них были вынуждены продавать или просто бросать свои земельные участки, нанимаясь на работу к более богатым соседям. Это приводило к недовольству простого народа и к восстаниям. Чтобы обезопасить себя, правитель ввел систему наказаний. За незначительные проступки людей били палками по пяткам или отрезали носы. За более серьезные преступления казнили. Простых людей, как правило, заживо варили в больших котлах, а знатным вельможам предоставлялось почетное право совершить ритуальное самоубийство. Император присылал провинившимся меч, с помощью которого им предлагалось лишить себя жизни. Кроме увлеченных в преступлениях, наказывались также члены их семей и соседи. Все они направлялись на строительство Великой Стены. По некоторым данным, таких подневольных строителей было несколько миллионов человек. Созданная императором, система управления государством надолго пережила своего создателя. Чего нельзя сказать об основанной им династии Цинь. Спустя всего четыре года после смерти первого императора в Китае вспыхнуло восстание. В результате столица была захвачена, а наследник Цинь-Шухуана казнен. Мечта императора о правлении десяти тысяч поколений его потомков не воплотилась в жизнь.